С 20 октября вступило в силу постановление администрации города о запрете выхода людей и выезда транспорта на лед водных объектов, расположенных в границах муниципального образования. Чем может обернуться пренебрежение мерами безопасности и что грозит нарушителям, расскажет Максим Швец. Ежегодно в период межсезонья главой администрации города издается постановление о запрете выхода и выезда на лед. В этом году такой запрет начал действовать с сегодняшнего дня. С 20 октября организовано дежурство сил управления по делам ГОЧС. На ледовой переправе дежурят три человека на автомобиле, смотрят за ледовая обстановка, оценивают ситуацию. В случае выявления административного правонарушения вам грозит штраф от 500 до 1000 рублей или предупреждение. Безусловно, такие меры предосторожности не лишние. Зачастую люди рискуют собственной жизнью, перебираясь на противоположный берег пешком, чтобы сэкономить бюджет. Ведь в момент распутицы единственный транспорт, на котором можно добраться до Салихарда и обратно, только вертолет. Еще одна группа риска – это любители зимней рыбалки. Те, кто поопытнее, прежде чем выйти на лед, проверяют его толщину, а также глубину и силу течения. Если тонкий лед, так зачем рисковать? Лучше уже дождаться, когда лед потолще будет, тогда чтобы безопасно было. Лед с антивитра 15-20 уже нормально его держит. Ближе к краю не подходить, да и все. Протоки к воде еще. А так хорошо уже. Насколько необходимо задуматься о своей безопасности и проверять лед, куда идешь? Ну, естественно, печнёй проверяют, бурим. Печнёй или палку, что-нибудь берешь с собой, так на лед, если вы хочешь, вы обычно печнёй продолбливаешь возле края, возле берега. Потом только распускаешься на лед. Но встречаются и те, для кого море по колено, особенно после употребления горячительных напитков. Не стоит забывать о том, что алкоголь в крови только усугубит ситуацию, если вы провалитесь под лед. Имеет место быть, значит, при внезапном погружении фактор, вот этот происходящий внезапный спазм, ларингоспазм. В общем-то, человек, даже не погрузившись на дно, значит, может из-за этого рефлекторного спазма погибнуть. То бишь, так называемое сухое утопление. Для безопасного нахождения толщина льда должна быть для одного человека не меньше 10 сантиметров, для группы лиц – 15. Это лишь сказка, как всё заканчивается хорошо. В реальной жизни бывает всё наоборот. И вряд ли у кого-то возникнет желание в экстремальной ситуации обратиться к пойманной рыбке и сказать «по щучьему велению, по моему хотению». Максим Швец, Максим Ячин, программа «Время местное».